Книга записана Сторителл. Сторителл. Жизнь в историях. Тон Телеген. Не все умеют падать. Читает Алена Долицкая. «И ты никогда не падаешь?» — спросила белка у цапли, которая как раз стояла в камышах на одной ноге. «Нет», — ответила цапля, — «я не умею падать». «А ты когда-нибудь пробовала?» — спросила белка. «Сто раз», — сказала цапля. — У меня не получается. «Я думаю, все умеют падать», — решила белка. «А я вот нет», — возразила цапля. Они чуть-чуть помолчали, а потом белка потихоньку сказала. «Я точно знаю, у тебя получится». «Эй, лягушонок!» — позвала цапля, повернув голову к лягушонку, сидевшему на большом листе кувшинки. «Я могу упасть?» «Ты?» — «Нет», — ответил лягушонок. «А я могу». Он вытянулся, встал на одну лапку, покачнулся, поскользнулся, крикнул «Ух ты!» и шлепнулся на спину в воду. Через несколько минут он снова вскарабкался на лист кувшинки и крикнул «Ну как?» «Здорово я упал». «Да», — сказала цапля, «здорово. Я так не умею». Но белка ей не поверила. «А если ты подогнешь ногу, на которой стоишь?» — спросила она. «Тогда ты наверняка упадешь». «Я не могу согнуть эту ногу», — сказала цапля. «Почему это?» «Она не гнется». Цапля нахмурила брови и спросила. «Почему ты мне не веришь?» «А ты бы хотела упасть?» — поинтересовалась белка. «Очень бы хотела», — ответила ей цапля. «Очень, очень». И по ее щеке скатилась слеза. Белка решила позвать на помощь муравья и других зверей. Муравей считал, что падать умеют все. «Даже кит», — сказал он, — «и даже червяк». Он был абсолютно в этом уверен. И совсем скоро на берегу реки собралось множество зверей. Они все хорошо умели падать и от души хотели помочь цапле. Первая идея пришла в голову слону. Вместе с носорогом они хорошенько разогнались и изо всех сил врезались в цаплю. Ну и сильный же был удар. Носорог со слоном повалились на спину и барахтались в воде очень расстроенные. А цапля так и стояла на одной ноге. Она только вскрикнула. «Ой!» Потом и другие звери пытались свалить цаплю. Они толкали ее, незаметно подкрадывались и кричали ей в самое ухо. Рассказывали дурацкие истории. Раскачивали у нее перед клювом вкусно пахнущим тортом из рыбьи чешуи. И со всей силой наступали ей на пальцы. Цапля не падала. «Но ведь у всех бывают дни», — пробормотал крот, который был занят сооружением подземного хода под цапленной ногой. «Когда все так и валится. Разве нет?» «Ну да», — сказал муравей, — «бывают такие дни». Когда солнышко скрылось за горизонтом, звери бросили свои попытки и отправились по домам. А цапля осталась одна в сумерках, в камышах у берега реки. «А я все стою и стою», — печально подумала она. Время от времени она поглядывала на лягушонка, а тот снова и снова пытался запрыгнуть на лист кувшинки, но каждый раз соскальзывал и падал в воду.